Уважаемые друзья, коллеги-единомышленники, в предыдущем разделе мы создали основу лестницы. После конструирования каркаса переходим на моделирование ее внешнего вида. Для этого открываем второй файл, непосредственно файл сборки лестницы. После загрузки и обновления сборки можно включить для лучшего отображения перспективный вид и тени. Открываем на вкладке I-Logic форму построения лестницы. На вкладке Конфигурация задается вид стартовой ступени, криволинейность передней кромки, ее сопряжение с тетевой под 90 градусов. А также высота поручни и сопряжение с верхним и нижним плинтусом тетив. Если нет верхнего плинтуса, то тетива проходит под последней ступенью. Если отсутствует нижний, колевка на тетиве проходит до пола. Продолжение следует... 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 На вкладке «Дизайн» есть возможность изменить дизайн балясин на 4 вида. Один деревянный с возможностью выставить с разной высотой основание балясин в линию и с одинаковой высотой. Продолжение следует... Продолжение следует... И три комбинации металлических балясин с тремя размерами толщины. Продолжение следует... Там же вы можете изменять цветовое решение лестницы. Пять цветов. Как монохром, так и каждую категорию элементов раздельно. Продолжение следует... 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 Минимальный размер проступа первого марша ограничен геометрией валюты. Но при доведении до этого размера лестница становится очень некомфортной. Со стороны косаура в верхней части второго марша предусмотрено место для крепления косаура металлической полосой или другими креплениями к перекрытию и скрываемой накладкой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...